Сегодня у нас 31 августа 2024 года. Жаркое время, жаркое лето, но все равно. Мы в это время, в большинстве августа, въезжаем на поиск дички груши, чтобы получить семена, как подвой для культурной груши. Здесь выезжаем в дикорастущие места. Вот здесь местные джунгли, джунгли Амазонки местной. Вот уже созрел шиповник, можно собирать шиповник. Ну, едем дальше. Здесь заброшенные места. Здесь обычно бывает хорошая груша, птичка. Поэтому, когда я здесь не был, в этой местности, надо будет посмотреть, осмотреть. Здесь верба растет, низинные места. Здесь, возможно, здесь есть, но мы туда не поедем. Поедем сюда. И здесь старая дорога, грунтовая. Грунтовка. Наблюдаем. Подъехали вот две груши тут. Вот такие дички. Их довольно много тут. Они мелкие. Мы сейчас возьмем секатор и разрежем и посмотрим наличие семена. Качество, какое семена. Так, сейчас наблюдаем. Вот так разрезаем и смотрим. Семена есть. Хорошее белое зерно. И довольно хорошо выполнили семена. Уже коричневые. Они еще улежатся, вот так посмотреть. Хорошие семена, их много. Довольно много. Такой маленький плодик. Там довольно много. Так что вот это дерево замечаем. Мы будем с него собирать дичку. Вот здесь более крупная дичка. Сейчас мы сделаем срез. И посмотрим. Вот такой срез. Тоже есть семена, но мало очень. Сейчас еще одну попробуем вот такую разрезать. Тоже можно собирать ее. Есть. Выполнены семена, хорошо выполнены. Но их меньше, чем в этом дереве, в этих плодах. Это огромное дерево. Это сильно рослое дерево. Сейчас посмотрим. Здесь она уже падает. Дичка вот такая. Груша. Вот здесь еще одну понаблюдаем. Вот здесь очень много ее. Смотрите, сколько здесь на земле их. уже осыпалась. Практически все можно собирать. Сейчас мы проверим. Срез сделаем контрольный. Как выполнены семена здесь. Или если они вообще есть. Да. Есть хорошие семена. Вот. Выходят они свободно. Выходят. Черные уже. Это вообще вызревшие семена. Да. В этом можно собирать вот эту дичку. Наблюдаем семена. Какие. Хорошие семена. Хорошо выполнены. Зерно белое. Пробуем на вкус дичку. Дичка довольно вкусная. Очень много коммунистых клеток. Здесь еще одна груша есть. В этой местности. Вот такая груша. Сейчас срежем. Контрольный срез сделаем. Тоже хорошие смотрим. Наблюдаем. Смотрите, как хорошо выполнены семена. Черные уже. Полностью вызревшие. Здесь шум какой-то. Фрактора работает. Фермеры. Что-то убирают. Много семян. Хорошие семена. Хорошо выполнены. Уже полностью вызревшие. А эту дичку тоже можно собирать. Здесь довольно ее много. Она падает. Там дальше дикорастущие насаждения. Тут другие деревья. Вот здесь еще груша есть одна. Вот большая груша. Проверим там. Здесь это местность называет дерево. Вот это лух. Серебролистый. Вот такой серебральный лист. Местные такие дикие насаждения. И здесь дальше дорога идет. Сюда дорога идет. Вот так. И там тоже можно наблюдать дикие насаждения всевозможные. И проверять их наличие. Семен. Здесь много дикой груши. Вот такая у нас местность довольно богатая. Вот сколько вот груш вот на дереве. Так, сейчас приступаем к сбору. Здесь просто их как ковер. Дикая груша. Сейчас берем ведро и приступаем к сбору. Вот так уже собрали полное ведро груш, дички. И будем их ставить на стратификацию. А потом высевать осенью в почву. Ну, это уже отдельная область работы с дичкой. А пока вот так уже ее поменьшилось тут. Собрали немного. Ну, еще собрем немного и будем заканчивать. Груша дички. Вот такая она красавица. Кстати, ее можно сушить. Кто любитель здесь высокий концентрат питательных веществ. Она когда умягчается, вкусная становится. Их можно сушить в небольших количествах добавлять как концентрат питательных веществ различные напитки или компоты. Собрали дичку и едем дальше на разведку. Надо исследовать эту местность на наличие других потенциально возможных подвоев. Здесь раньше была речка. Теперь вода ушла и вот такая пенезина стала. Еще вербы тут растут. Вода вся ушла. вот вот то, что куда-то было водой, под водой была. Все, земля потрескалась, все высохло. Истекло любом между человеками. И вода ушла. Едем дальше. Вот здесь такие интересные деревья есть. К примеру, вот дикий боярешник. Сейчас мы посмотрим на него. вот дикий боярешник. Старое уже дерево. А здесь вот такие всевозможные есть посадки. Дикие посадки, самосея диких груш. Они молодые груши. И здесь подвоев нет. Сейчас мы посмотрим на шиповник. вот подмаринник. Очень душистая трава. Интересная такая душистая, душистая. Очень приятный аромат. Все высохло уже. Трава уже не зеленая. Температура свыше 30 градусов. Деятельное время держится. Вот здесь дикорастущий шиповник. Тоже погорел. Подгорел. Ну, уже собирать можно. Пока он не мягкий, вот такой, можно собирать. У нас запас есть, мы ее собирать не будем. А вот по дороге встретился молодой дикий боярышник. Плоды уже созревают, покрасились. Это хорошее лекарственное средство от давления, сердечных приступов и вообще для оздоровления организма. Чуть-чуть успокаивающее. Но в основном, когда большая нагрузка на сердце, его используют на стойках, в оздоровительных чаях, а также можно с него готовить кисель. вот в таком плане здесь он растет на самых таких непредсказуемых местах. Продолжаем наше движение. Здесь дорога есть накладка более-менее тонкая. груша. здесь дичка груша. Груш мало, но они же перезрели тут. Такие мы не берем. Мы берем те, которые должны быть еще в прозере. Чтобы они хорошо лежали, созрели семена. да, так все стало дико. Здесь есть поворот. Здесь дорога идет дальше в лес. Туда мы не поедем. А мы сейчас поедем в следующий так называемый ярм, который нас выведет известный нам диким брушам. Раньше там собирал бруши. Вот еще вдалеке диким боярисник огромный такой. напрямую. Скорость не продолжаем движение. Все сгорело Зеленый крылья Деревья только Как-то чудом выжили На их склонах Водичка грушит Но их тут мало Красавец-бояришник Интересный какой Красавец-бояришник Весь красный Очень урожайное дерево Здесь бедная местность Раньше селяне Держали много куров Здесь все животные вытаптывали Видит как-то красиво Вот дичка груши Ну и тут мало Совсем мало Созрело, перезрело уже Мало Собирать не будем Дичку Просто Делаем Обзор Разведку Здесь просто Такой яркий Источник Вод был Ну все уже засоль Заросло Дикорастущими Деревьями А то везде соя Соя, соя, соя То, что дает прибыль Вот здесь была Груша Сейчас посмотрим Тут Есть ли она Раньше я собирал Лет 10-15 назад Я собирал тут Грушу Сейчас посмотрим Есть ли она Сои полно Пауки сои Море сои Вот дико Ягруша Это проверенный стоп Хорошие всходы дает Воды есть Но их очень мало Даже не Стоит все заходить Просто в этом году Она не так урожайная Не всегда дает урожай Вот дикий терн Мелкий Кислятера Не сусветная Неимоверная Кислятера Вот такая местность У нас Богата земля А люди куда-то Выезжают А почему Не жить На своей земле Вон там Вдалеке Комбайн Солных Собирает Здесь лесной массив Он дает кислород В пространство А вокруг Поля 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 Ну что Двигаемся вперед Направили наше движение Встретилась по пути Еще одна Достойная дичка Груши Хорошо выполнили Семена Уже темные На дереве На дереве Еще час плодов Есть Но уже начинает Насыпаться Вот как раз Под деревом Видно Плоды Можно собирать И на дереве Еще есть Вот на дереве Есть Дальше Еще Десять День Хорошие Темно-коричневые Уже И достаточно Ну хорошо Выполнили Нужно здесь Собирать Нападал Уже Достаточно Немного Подождал Наше движение Поднялся Ветер